Вы историк моды. Какая у моды может быть история? Вы сказали то, что эмиграция — это прекрасно. Мы ищем там, где глубже, теплее и вкуснее. Российская мода выйдет в топ. О каком топе вы говорите? Давайте немножко поговорим про письмо, которое вы написали. Я спас своё детище, и я правильно поступил. Стыдно возвращаться назад. Ой, я считаю, что я глаз народа. Кушайте, что вам дают. Александр Александрович, я рад, что вы снова у нас на канале. Это очень большая честь. Спасибо вам большое, что вы пришли. 15 сентября вы выложили пост из больницы в соцсети, которая сейчас запрещена в России. Надеюсь, у вас сейчас всё хорошо. Да, я снял аритмию сердечную. Это была какая-то плановая? Это плановая была операция, которая была нужна. Это был электрошок, который оказался очень эффективен. И я страшно рад. Сейчас всё хорошо? Ну, всё хорошо мы не знаем. Я должен наблюдаться и принимать таблетки. Ну, просто у меня никогда не было никаких сердечных заболеваний. Но они приходят а с возрастом, Б, с нервами, С, с общей обстановкой. Сейчас все спросят, вы разве тот человек, который можете нервничать? Вы всегда выглядите замечательно, цветущий, улыбаетесь. Слушайте, мы можем всегда выглядеть цветущим и улыбающимся, но тем не менее есть обстоятельства в жизни, которые заставляют нас как-то по-другому посмотреть на мир. И это заставляет наше сердце биться в другом ритме. Вот в этом. Вы историк моды. Вы всегда себя называете историком моды. Причём вы стали историком моды уже с 22 лет. Вы говорили, читали лекции в Советском Союзе. Это так. Это необычная профессия, как минимум. Во-первых, необычная. Во-вторых, я считаю себя родоначальником в России этого направления. Я помню, что когда я стал приезжать в Россию, это были 90-е годы, надо мною очень громко смеялись и говорили, «Хо, придумал себе занятие. Историк моды. Какая у моды может быть история?» Но настолько ограничены люди, они не могут понять, что мода отражает историю и меняется от страны к стране, от десятилетия к десятилетию, от экономики к экономике. И отражает все факты, будь то кризис, будь то война, будь то мир, будь то расцвет экономики, падение республика или тоталитарное правительство. Это первое. Второе. Я воспитал за это время такое количество историков моды в России, что сегодня эта профессия до сих пор редка, но встречается. Но я очень рад, что это дело сделано. Это дерево посажено, оно дало свои плоды. И история моды в России обрела свои верные очертания. И живу я или не живу, я уже счастлив, что эта тема не будет потеряна. Вы такой же пример. Раньше ни один человек вообще про историю моды бы не задал вопроса. А теперь интересно. Вы бы молодым людям посоветовали бы идти и становиться, получать профессию историка моды? Это не денежно. Не денежно, нет. Я считаю, что можно этому обучаться, но найти монетизацию очень трудно. Но вы говорили, вы даже в 22 года собирали довольно-таки хорошие залы в Советском Союзе. Сравнивать чужую харизму, обаяние, знание, умение владеть залом, средство массового гипноза, которым я употребляю, которым я владею, для того, чтобы людей заставить тебя слушать, заставить покупать билеты, добровольно отдавать свои деньги на эти лекции и понять, что вам это нужно по какой-то причине. Поэтому я советую, во-первых, всем молодым историкам моды найти свой образ лук, который сделал бы их узнаваемым. Во-вторых, сделать их лекции уникальными и чем-то интересными. Они прибегают к разным способам ради этого. И затем их знания должны быть уникальны, потому что, как бы сказать, недостаточно прочесть книги или сходить на выставки. Надо еще сделать свой анализ, свои какие-то расчеты и рассуждения, свои открытия. Но, тем не менее, я очень горжусь тем, что на карте России появились такие люди, и что Россия не ударит лицом в грязь в мировом сообществе по истории моды. Мы можем написать книги о русской истории моды. А раньше мы этого не могли, мы никогда этого не делали. Только про народный костюм. Только про вышивки, только про сарафаны, только про кокошники, только про валенки, про лапти. Очень интересная тема. Но это этнография. Этнография тоже важна. Если мы говорим про историю моды, то, конечно, всем интересно, как в 19 или 20 веке шили платья для аристократов, чтобы они выходили в свет, на балы. Зачем мы сейчас все это пишем? Мы должны записать интеграцию про капсулы для стирки от синергетик. Зачем это параллель? Нет, давай своими словами скажу. Я и быт – две абсолютно разные вещи. Но с появлением ребенка я решил помогать жене со стиркой. Потому что у меня сейчас и своих забот хватает. Поэтому я и начал искать средства для стирки, которым будет очень легко пользоваться. Этим я вообще никогда не умел пользоваться. Я вообще не понимаю, что наливать, куда насыпать. Поэтому эти капсулы от синергетик стали для меня настоящим спасением. Смотрите, как они работают. Элементарно. Открываем барабан, кладем капсулу, берем вещи и загружаем в барабан. Закрываем. Раз, два, три. И вуаля. Все, готово. Также у этих капсул необычная форма и гипоаллергенный состав. Они подходят для стирки детского белья и для людей с чувствительной кожей. Я ни разу не пожалел о своем выборе синергетик. А ссылку на эти капсулы я оставлю в описании. Пользуйтесь с удовольствием. Государство должно поддерживать моду? Обязано. Как кино и театр, да? Точно так же, как пример, как родилась бельгийская мода. Я преподавал в Бельгийской академии в Антверпене, где была эта знаменитая антверпенская семерка, дизайнеры, которые прогремели в конце 20 века только благодаря тому, что они все получили грант от страны, где они родились, Бельгии, на открытии своих домов. У нас в стране очень много талантливых дизайнеров. Но их талант может завять на кухне. Почему? Потому что у них нету никакой финансовой подпитки к созданию своих коллекций. Эти коллекции в основном создаются на частные пожертвования. Это может быть пожертвование семьи, мужа, молодого человека. Это может быть пожертвование со стороны редко какой-то организации. Но, как правило, они дальше двух коллекций не жертвуют, потому что дохода нет. Хотят увидеть деньги. Да, дохода нет, и они говорят, ну, слушай, Ир, я тебе тут дал, ты тут вот что-то сотворила, но как-то мне уже... То есть, если государство начнет поддерживать, очень сильно все изменится, да? А, конечно. Конечно, но поймите. Российская мода выйдет в топ. Она не в топ, никогда не выйдет, потому что нельзя выйти в топ, не имея опыта. О каком топе вы говорите? Но в России же нет ни одного национального бренда в мире моды. У нас никогда не было ни одного дизайнера, чей бы личный бренд создавал одежду, был признан в разных странах мира, хотя бы в своей парфюмерии. Ни в одном такс-фри аэропорта мира никогда не продавалось. Ни один флакончик отечественных духов, ни один крем, выпущенный в России, ни одна пудра и ни одна помада. И если мы это не поддерживаем и не выпускаем, это значит, что мы не уважаем творчество отечественных дизайнеров и не хотим заговорить о России с мирным и привлекательным лицом. Это и делает ее привлекательной. сумки российского бренда, бумажники, хорошо, пускай это будут солнцезащитные очки, что-то, что говорит о России хорошо. Но такого объекта у нас пока нет. И выйти на это очень трудно, даже если у нас есть магазин у Юдашкина, у нас есть Дом моды Зайцева, мы не говорим сейчас об их финансовом состоянии, о тех судах, которые их сопровождают. Да, вы сказали, что они ушли банкротами. Во всяком случае, так было объявлено в прессе. Поймите, я такой же читатель прессы, как и все другие. Было написано, что оба ушли в банкротстве. И у того и того недосдачи в миллионах. Значит, если лучшие закрываются так, то что же говорить о других? Это первое. Но не мое дело, поверьте, считать чужие деньги. Я только свои. Первое. Второе, у них есть магазины, но я не могу сказать, что там славтотворение людей. И потом, понимаете, в моде все очень сиюминутные. Это всегда ветрено. И нельзя сказать, вот вечно будем ходить к Зайцеву, вечно будем ходить к Кюдашкину. походили, что-то такое купили и ждем нового. А можно сказать, вечно мы ходим в Диор. Да, и в Шанель, и в Эрмес. Ну, то есть к ним можно ходить вечно. А потому что они показали собою стабильность, а мы показали собой банкротство. Есть разница? Да. Но к банкротам не ходят. И жалости ради, что ли? Ну, как вы не понимаете? Нет, я все понимаю, я просто думаю, какие шаги должна сделать государство, чтобы у нас возродить вот это. Или современные дизайнеры. Погодите, это слишком большая беседа. И, понимаете, надо говорить не на уровне господина Полянского, а на уровне Министерства культуры. Понимаете, но Министерство культуры все время от моды открещивается, потому что говорит, что это Министерство легкой промышленности. Вы говорили, шесть раз вам отказали. Шесть министров, разных министров отказали. Последнего сняли вчера Кибовского. Последнего моего отказника. Надо пойти в седьмой раз. Нет. И попросить сделать музей моды в России. Нет, нет. Они должны прийти и попросить меня сделать. Я свое отходил. Мне достаточно того, что я имею. Россия заинтересована в музее моды. Я свое сделал. Я свою коллекцию собрал, я ее показал, я ее прокатил по всей России от Владивостока до Морманска. Да. Я показал ее от Калининграда до Красноярска. Показал ее во всех городах и во всей красе. Собрал тысячи отзывов, видео, фотографии. Все сказали, какое великолепие, как прекрасно у Васильева. Мечтаем, мечтаем, дальше. Знаете, есть такая советская песня. Наш паровоз вперед летит. В коммуне остановка. Вот остановка случилась очень большая в коммуне. И дальше у них другого нет у нас пути. А дальше что? В руках у нас винтовка. Вот на этом месте, когда рука у нас появилась винтовка, мы остановились. поэтому музея моды пока что не будет. Желания у народа есть, но у нас нет такое место, которое должно удовлетворять народные желания. У Вас есть желание сделать выставку в России? Погодите, я их сделал слишком много. Сейчас. Погодите, я создал 250 выставок костюмов. Я знаю. У меня нет желания неудовлетворенности во мне нет. Нет, но Вы же для людей сделаете. Погодите, позовут, сделаю. Вот. Да, я сейчас обсуждаю такую большую выставку в Третьяковской галерее, которая называется «Портреты мода». Да, я уже отобрал в Третьяковской галерее все нужные нам портреты для этой цели. Да, они заинтересованы не только в 20 веке, но и в 19. С удовольствием им помогу, но только дальше уже продолжение с их стороны. Ура. Знаете, это как бильярд. Да. Шар послали, вы немножко его как-то нам откатите. Вы четыре года назад в интервью Ирины Шихман сказали о том, что вам после вашего хода вам сделают музей как Третьякову и Бахрушину. Уверен. Уверен. Сейчас эта уверенность сохранилась? Конечно, она сохранилась. Я-то коллекция никуда не делится, просто это будет не сиюминутным решением, но, возможно, это будет через 25 лет или через 30 лет. Это прекрасно. Я надеюсь, так и будет. А я совершенно в этом не сомневаюсь. Знаете, почему? Нет другого выхода. И то, что собрал я, никто не может собрать. Самоуверенность, скажет Васильев, такой самоуверенный. Нету возможности собрать ту коллекцию, которую я собрал, время ушло. Этих людей больше нет. Этих артистов, этих певцов, этих балерин. Негде взять эти коллекции. Она такая, какая она есть. У вас сейчас вся коллекция разделена на западную как бы часть и российскую часть. Да, именно так. Западная часть находится в Литве. Правильно. А российская часть? Она находится в Москве. В Москве. Да. Но западную часть вы же... Все время показываю. Обещали отдать в нас лесу в Литве. Погодите. Я обещал им показывать в Литве постоянно, я это делаю. Да. Я это делаю всегда. И если не будет никакого музея, конечно, это получит Литва. Потому что у них есть хотя бы интерес и помещение, те две тысячи квадратов, которые они мне бесплатно, муниципалитет небольшого города, Виса Гиннесса, запомните, прогуглите, господа, мне выдал. В России я даже не просил помещения, я просил музей. Они мне сказали, что, к сожалению, такого порядка создавать новые музеи в России сейчас нет. Мы можем только филиалить уже созданные. И тогда мне предложили контракт с Бахрушинским музеем, который я подписал в 22-м году в январе в канун. Да. И там написано, что мы сотрудничаем в течение пяти лет, и они создадут музей моды на базе Бахрушинского. Ну, с тех пор прошло какое-то время, пока ни звука. И они отказали? Нет, они не отказали. Контракт еще не истек. А, вы до сих пор сотрудничаете? На бумаге. На бумаге. На бумаге мы до сих пор сотрудничаем. Если он когда-нибудь закончится, ну, и они не создадут, что делать, можно ли мы в суд подавать. Ну, не вышло у них, значит. Вы в Литве тоже официально подписали в бумагу, что он, ну, ваша выставка непосредственно в вашей коллекции находится? Нет, это совершенно все не так. А как это происходит? Господин Полянский, это все совершенно не так. Наш контракт заключается в том, что два раза в году мы должны в муниципальном зале города Висагинеса показывать бесплатные выставки. Да. В ответ на это они нам дают бесплатное муниципальное хранилище, в котором мы платим очень дорогое электричество и очень дорогое отопление, потому что, как вы знаете, в небольших странах, где нету носителей газа и нефти, цены на отопление выросли очень сильно. Выросли очень сильно, и я не скрываю, что все это я плачу сам на те заработки, которые у меня есть, и те экономии и сбережения, которые я сделал в своей жизни. Да. И поэтому я действительно содержу всех сам, всех своих реставраторов, их 12 человек, всех своих научных сотрудников, и я содержу фонд в Париже, фонд в Литве и хранилище в Москве вместе с людьми, которые там работают. Поэтому вообще обвинять меня в чем-то, кроме благотворительности, забавно. Это я сделал? Нет, вы нет, но я говорю... Не, не в коем случае, я наоборот восхищаюсь, я слушаю. Я говорю, погоди, знаете куда? Да. И в пустоту, зияющую пустоту интернета. Я понял. Вы просто с такой любовью рассказываете про свою коллекцию. Да. Как вы думаете, следующее поколение с такой же любовью будет ее хранить? Погодите, музей Метрополитен в Нью-Йорке хранит костюмную коллекцию. Да. Они хранят ее уже 150 лет с большой любовью. В Париже есть музей моды Дворец Галера. Он существует 150 лет. Он с любовью хранит. У меня тоже есть надежда по логике вещей, что, конечно же, это национальное достояние. Конечно. И его с удовольствием сохранят. Если сохранили картины в Третьяковской галерее, если сохранили мебель в Музее декоративных искусств, если сохранили графику в Музее имени Пушкина и так далее, естественно, это будет очень ценно, и они будут рады. Но для этого надо иметь соответствующую культурную политику. Да. Какой будет культурная политика в будущем, я знать не могу. И, как вы знаете, будущее всегда туманно. Сегодня так, завтра иначе. Вот вчера, например, сняли в Москве министра культуры Кибовского. Да. Назначили нового, Фурсин, кажется, фамилия его, нового министра. И у каждого свое видение. И пока ничего нового, кроме закрытия Московского музея моды в этой области, я не слышал. Надо же, чтобы был какой-то интерес к этому. Вы смотрели фильм «Полночь в Париже»? Нет, конечно. Води Аллана. Нет, а должен был. Ну, просто замечательный фильм. Я вам завидую, что вы не смотрели его. Фильмов замечательных такое количество. Я просто объясню, почему. Пересмотреть их все невозможно. Согласен. Там молодой человек приехал со своей невестой в Париж и в 21 веке. И каждую ночь отправляется в 20 век и общается с Хемингуэем, с Фиджеральдом, общается с Пикассо и так далее. Скажите, пожалуйста, вы как раз были человеком, которые приехали в Париж вот в этом 20 веке? Какой он был? Он мало изменился. Мало изменился? Очень мало. Архитектура осталась та же. В Париже не было массовых сносов зданий. И если я сегодня абсолютно не узнаю Москву и по сравнению с Москвой моего детства это совершенно чужой, не похожий ни на что город, то Париж остался верен своим набережным, своим бульварам, своим скверам и своим новым зданиям. В Париже есть закон, который запрещает сносить старые дома. Это прекрасный закон. Их абсолютно нельзя потревожить. И Париж — это город, где капитальный ремонт идет постоянно. То есть не доводят до того, чтобы в доме обрушилась крыша, и вот тут его начинают чинить. Его чинить профилактически. Поэтому без конца леса, без конца окраски, без конца плиточку, правда, не кладут, но перекладки асфальта, труб. И в этом смысле его очень поддерживает мэрия. Это нельзя не отметить. Население Парижа резко поменялось. Вот. Париж был городом французов, сейчас он стал городом эмигрантов. Но у французов очень широкая душа. Они приглашают все время работать. Но сегодня и у России широкая душа. У нас нехватка миллиона мужчин для работы. Это официальная статистика. Не хватает. А в старшем возрасте мужчин не хватает 11 миллионов. Но просто они больше пенсионные должны были быть. Это может даже и лучше. И поэтому сейчас будем приглашать из Южного Тимура, из Бирмы, из Индии, из Африки рабочую силу. Сначала она будет скромная, гостевая, потом она укоренится, выучит язык, потом она получит паспорт, потом все они женятся, и у них родятся дети, и они будут такими же россиянами. Давайте немножко поговорим про письмо, которое вы написали. Дамы и господа, беспрецедентные амбиции воссоздания огромной империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта безусловно вызовет также и беспрецедентную изоляцию России, и более того, может привести к смертельной ядерной войне на планете Земля. Все войны вызывают ужасное разрушение всемирного культурного наследия. Действительно, человечество потеряло огромное количество архитектурных ценностей музейных коллекций и человеческих жизней в тех бесполезных военных столкновениях, чаще сочетавшихся в виде акта неприкрытой агрессии, как это происходит в наши дни. Как пацифист я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать. Во время Второй мировой войны моя семья в Павильнисе Литве спрятала угнетенную еврейскую семью от нацистов и таким образом спасла им жизнь. Уже более 60 лет я нахожусь в различных музеях и театрах. Теперь я хотел бы еще раз поблагодарить администрацию города Висагинос за то, что моя предыдущая и огромная коллекция хранится в безопасном месте в этом истерзанном мире. Я не связан с руководством России, не награжден ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего фонда хранилища коллекции старинного костюма и истории моды в России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничтожения и, по завещанию после моей кончины, я планировал передать ее Литве в качестве уникального в Прибалтике музея моды. Я никогда не был членом какой-либо партии. Я сам был эмигрантом от советского режима во Франции в 1982 году и имею литовское гражданство более 20 лет. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы. Да будет мир. Я написал то, что я думаю. Я не отказываюсь ни от одного слова. И я правильно сделал, потому что я сказал то, что необходимо было сказать в этот момент. Вы просто сказали, что вы оппортунист. В каком месте? В письме? Нет. В Ортевиай, на интервью в Ортевиай вы сказали, что вы оппортунист. Скажите, а разве мы все не оппортунисты, когда мы ищем там, где глубже, теплее и вкуснее, каждый человек хочет себе добра. Да. И он ищет эту возможность всеми силами. Каждый человек хочет хорошую квартиру. Правильно. Хорошо плачевую работу. Хочет вкусно покушать. Хочет красивую дачу. Хочет удовольствия жизни и хороших каникул. Правда? Правильно. Это тоже форма оппортунизма. Никто не хочет жить в коммуналке, получать копейки, не ездить на отдых и есть какую-то очень несъедобную еду. Поэтому мы все ищем. И я, как оппортунист, всегда искал для своей коллекции, для своей жизни лучшие условия хранения. Правильно. Лучшие условия экспонирования, лучшие условия реставрации, самые выгодные условия покупки. Но чем я могу вас порадовать? Это тем, что я продолжаю коллекционировать с большой отдачей. Я постоянно нахожу вещи, которые мне необходимы. Но коллекция уже слишком огромна. Она насчитывает полмиллиона единиц хранения. Но написать письмо это не оппортунистская позиция. Погодите, мы все схраним, спасаем свое детище. Я спас свое детище и я правильно поступил. Потому что иначе у меня не было никаких возможностей спасти национальное достояние, сокровище, на которое я положил слишком много времени, слишком много денег, слишком много сил. Я понимаю ценность, которая это представляет. Но у вас же в России тоже есть много сокровищ. Прекрасно. И они сейчас по счастью под кровом, потому что я сам плачу помещение. Но это повезло. Нет, и там повезло. Я к тому, что, когда Ваня Ургант выложил в запрещенном соседине черный квадрат просто, его убрали сразу с первого канала. А вы написали целое письмо и при этом ничего с вами не произошло. Кто вам сказал? А? Кто вам сказал? Вы сказали только то, что напротив вашей фамилии появилась галочка, что нежелательно. Прекрасно. Давайте не будем сплетничать про моих друзей. Ваня, мой друг. И я давно с ним не разговариваю. С тех пор я его лично не видел. Но я знаю, что этот человек с самым потрясающим чувством юмора. Я абсолютно согласен. Это великолепный телеведущий. Абсолютно согласен. Другого, которого мы не можем найти, замены ему нету. и думать, что можно кого-то, кем-то заменить, это совершенно неверная мысль. Абсолютно согласен. Как мы не смогли, показали программы НТВ, заменить меня в программе о моде. Не смогли. Да. Как мы не можем заменить Эвелину Хромченко. Как мы не можем заменить, не будем называть все фамилии, вы уже знаете, этих программ немало. Дело не в телевидении. Дело в знаниях, в харизме, в умении работать с аудиторией без бумажки, без подсказки. Это злит многих. Как это так? Он в телефон не лезет, а говорит грамотно. А как так у него получается, что мысль льется? А почему он может сразу иметь ответ на любой вопрос? Конечно, это лузерам, то есть неудачникам, не нравится. Потому что мне кажется, что я тоже вот ухотел бы, ну, не вышло. Обидно. Я понимаю. То есть люди ходят все-таки не на историю моды, а на Васильева. И на то, и на то. Понимаете, я же не певец. Да. Если бы я пел, то, конечно... Хотя вы пели, мне очень нравится. Вам-то нравится, но больше никому. Дело в том, что я очень прилично пел до ковида. Ковид всегда вносит значительные изменения в организм. И очень влияет на многие детали, на связки, например, на слух. Потому что раньше я пел чисто, а теперь я в ноты не попадаю. И я это прекрасно знаю. И не начинаю. Мой вой. Потому что это никому не нужно. И я, во-первых, самокритичный человек. И зачем мне это надо? Во-первых, мне уже достаточное количество лет. Я что, стремлюсь к певческой карьере? Да в жизни. Если я это делал для каких-то друзей или в какой-то программе. Да. Но тогда это было возможно. А сейчас это уже невозможно. Точно так же, как раньше, я очень складно танцевал. А сейчас я это не могу делать. Потому что всему есть свой предел. Своё время. Всему своё время. Сейчас я могу писать складно книги и написал новую книгу, которая вот скоро выйдет. Она называется «Сокровище кочевника». Это великолепная книга воспоминаний, которая, я уверен, будет очередным национальным бестселлером. Хотят это недоброжелатели или не хотят. С-э-ля-ви. Кушайте, что вам дают. А вообще, скажите, зачем путешествовать людям? А это расширяет кругозор и уменьшает ваш кошелёк. Прекрасная возможность потратить деньги и приобрести знания. Знаете, как многие говорят, особенно в России, что первые, вот сейчас 40 лет я буду работать, копить, а на пенсии я уже попутешествую. Нет, на пенсии у них будет артроз, у них будет болеть стопа, они будут ходить с палкой, у них будет вставная челюсть, им будет неинтересно путешествовать. Лучше, конечно, совместить свою работу и путешествие. Не у всех есть такие профессии. Многие профессии нас тянут гирями ко дну, в одно место, а некоторые много путешествуют, например, стюардессы. К примеру, например, камеевые жоры, например, дипломаты. Есть профессии, которые позволяют путешествовать и познавать страны, а есть профессии, когда вы привязаны к какой-нибудь школе, к какому-нибудь заводу, к какому-нибудь институту, и никуда вам уже и не уехать. То есть вот это слово «потом», оно неправильное, надо здесь и сейчас. Погодите, все в жизни откладывать на потом невозможно. Нельзя потом наесться, нельзя потом заняться сексом, нельзя потом завести собаку, потому что потом никогда не наступит. И главное, что желание у нас, как правило, моментальное и сиюминутное. Как только вы откладываете желание на 3-5 лет вперед и лишаете себя мечты, вы живете очень несчастной жизнью. Если вам хочется завести сапоги, купите их сейчас. А потом они выйдут из моды и вам будут уже неинтересны. Если вам хочется попробовать какой-то фрукт или какой-то напиток, сделайте это сейчас. И вообще не откладывайте все ваши планы на будущее. Это глупая, ненужная методика. можно вернемся чуть-чуть к коллекции? Вы говорите, вы написали все, чтобы защитить то, что вы собрали. Но в России же тоже есть то, что вы собрали. Она не подвергалась с опасностью. Вообще никак? Нет, она не подвергалась с опасностью, она в частном хранении. А там хранение в Литве было государственное. Начался ковид. Это же было все гораздо до войны все это еще было сделано. Начался ковид. Сказали, у нас ремонт, мы будем вывозить. Куда это вы будете вывозить? Они говорят, причем они были со мной очень ласковые. Они сказали, мы даем вам год на вывоз. Не три недели, не месяц, год. Потому что они видели, что такое количество экспонатов надо завернуть, а писать, сложить в коробке. Мы год это собирали. Но самая главная проблема заключалась не в этом. В эпоху ковида въезд в Литву был закрыт. По санитарным причинам. И выезд из России был закрыт. Тогда мы сидели в масках, и я не мог даже помочь собирать свою коллекцию. Я это делал на расстоянии по интернету. К счастью, у меня были сотрудники. Это действительно было очень тяжело. Мало того, потом начались проблемы. Это все еще было до войны, чтобы вы знали. Все это было до войны. Начались проблемы с транспортом. Мы не могли переехать через границу и все это такое. И вот этот ковид, он, конечно, сделал свое дело, потому что был карантин. Я переболел несколько месяцев, нельзя переезжать после этого. Все это сложилось, и потом я второй раз заболел. Ну, а потом, к счастью, это все кончилось тем, чем это кончилось. Для меня, конечно, обидно, что нету красивой программы, нужной и любимой людям на первом канале. Это не значит, что не родится другая, и, может быть, придет еще другой, второй, третий телеведущий, который тоже обаяет публику, тоже будет великолепен, будет владеть словом, будет владеть знаниями, профессией. Я допускаю это. Сколько артистов меняется один, другой, сколько балетов меняет балерина, сколько певиц. Нет, телевидение никуда не пропадет, это правда. Но интернет ему потеснил. Вы понимали, что, ну, вы сами сказали, что нигде за границей телеведущим вы не будете. А как я могу с фамилией Васильев быть телеведущим? Вот, и вы специально ее не поменяли. То есть вы дорожите своим прошлым. Как я могу с фамилией Васильев, которую я никогда не поменял, быть телеведущим за границей? Особенно в этой ситуации. Вы таких примеров... Вы знаете, кто-то... Вот, я про это и говорил. Нет, конечно, это невозможно. Уже все понимали, что с телевизионной деятельностью будет покончено. Но ничего страшного. Слушайте, я там так много работал, это достаточно. Но есть плюс. Да. Вы знаете, да, что с 90-го года по 2000-й Россию по статистике покинуло 12 миллионов человек. С 22-го года по настоящее время статистика разнится. Одни говорят, только полтора миллиона, другие говорят два с половиной миллиона. Есть разница. Но, тем не менее, покинуло. И это люди, которые хотят видеть таких людей, как я. Им не хочется сидеть дома с блинами, бум, бум, бум. Они хотят видеть контакт, фотографии, автографы. Людей, которых они знают, которых они уважают, с которым им интересно. И, как вы знаете, многие стендаперы, многие КВНщики, многие певцы и многие бывшие телеведущие, они как раз и живут на этой эмигрантской диаспоре. Но в эмиграции нет ничего плохого, кроме хорошего. Это обогащение культуры другой страны. И поэтому, конечно, я знаю, что вот сейчас у меня очень много выступлений от Стамбула до Дубая, от Лондона до Тель-Авива. И это будет продолжаться. Почему? Потому что есть интерес к этому. Всех интересует что? Не политика, мода, стиль, красота, грамотный русский язык, обаяние, общение и это ничем нельзя перекрыть. То есть у вас произошло импортозамещение? Да, но это хорошее импортозамещение. Погодите, ездить на работу на машине было удобней, чем летать самолетом за 3-9 земель за те же деньги. Поэтому те, кто говорят, что... За те же деньги. Абсолютно. Абсолютно. Гонорары не изменились никак. Это те же деньги. Только раньше это было в пределах России, но потому что я все-таки ездил... Судового кольца? Неправда. Я ездил от Владивостока, от Сахалина, Петропавловска, Камчатского. Это просто, я говорю, крайние точки. Да. Я ездил по всему Казахстану, за Кавказью до 2014 года. Я часто выступал в Украине, в Прибалтике всегда выступал, в Молдове, в Белоруссии. Руссии. Это всегда было. А здесь, я сказала, от Мурманска до Пятигорска, Самара, любимая, Саратов. А сейчас говорят, нежелательно. Это в провинции, в Москве я продолжаю. Знаете, потому что я же не знаю, какие там приказы. И если честно, я не над Пинкертон и не Шерлок Холмс, чтобы в этом копаться. Потому что жизнь человеческая коротка и желаний у меня много своих. А разбираться, почему? Когда мне говорят, нельзя, пожалуйста, нельзя, не будем, не будем. Но бумажки такой я не читал, приказа я такого не видел. Возможно, он и существует, но мне его никто не показал. И мало того, ни одному из моих работодателей такую бумажку ни разу не прислали. Потому что они, причин-то нету, как написать? Потому что что? Васильеву нельзя рассказывать про историю моды, потому что он неверно интерпретирует историю моды? Или что? Он одет, неприлично, плохо выходит и напоминает, что Даню Милохина или что? Что я делаю не так? Вроде все так. Все так, да. Только вы делаете одну вещь. Ага, какую? Вы называете войну войной. Погодите. Разберемся в этом. Специальная операция носит временной характер. Когда она затягивается, она становится войной. Вот мое мнение. Первый месяц это была специальная военная операция, но она, к сожалению, не уложилась в сроки и стала войной. Но при этом вы говорите, что люди в Москве живут абсолютно спокойно, своей жизнью. Они живут шикарно. Рестораны открытые, кафе открытые, премьеры. Впечатление, что пир, огромный пир, не скажу во время чего, но огромный пир продолжается. Никаких ограничений я лично не видел. Вы видели, может быть? Нет, в Москве я не видел ограничений. Действительно, все рестораны полные. Ну, я сказал, что я был во многих городах недавно. Я был недавно в Самаре. Если вам интересно, в Казани, в Чебоксарок, в Нижнем Новгороде везде пир горой. Я вам просто вот скажу, что я видел. Нет, я не видел каких-то ограничений. В Украине, в Киеве тоже пир горой? Я там не был. Это мне рассказывали. Но я там не был, и я не могу комментировать то, чего я не знаю. Понимаете? Да. Те, кто были, говорили, что все в порядке. А как? Знать не могу. Я вас понял. Спрошиваете. То есть это уже к моде не имеет никакого отношения. Чистой водополитикой вы занимаетесь сейчас политической пропагандой. Нет, я уточняю вашу позицию. Я просто, мне интересно... А вам-то зачем моя позиция? Объясню. Просто сейчас, когда я вижу, что вам есть действительно много, что терять здесь, но у вас есть и там. То есть вы просто человек, у которого есть много всего. Вы набрали вот так и несете. И стараетесь ничего не потерять. Да, да. Не кладу все корзины, все яйца в одну корзину. Нет. Но у меня две корзины с полными яиц. Вот так я вам скажу. Это правда. И вы просто не сядете. Я к тому, что, значит, вот это письмо... Эквилибристика. Это не просто расчет. Это реально ваша боль, ваш гол в душе. я не хочу потерять ту великолепную коллекцию, которую я создал. Я должен ее сохранить и передать в надежные руки. Эти надежные руки не будет моя могила, поверьте. И, конечно, я распоряжусь так, чтобы эти коллекции жили, выставки продолжались. Это дело мецената. А дальше уже как у меня получится? Точно так же, как и Третьяков не хотел, чтобы в его коллекцию распродали с аукциона. Он ее подарил городу Москве. Почему он ее подарил? Потому что он знал, что когда он уйдет, никто не будет ей заниматься, устроит большую распродажу, и все картины зайдутся по разным коллекционерам. Я тоже не хочу, чтобы мои коллекции разошлись. Они слишком ценные для России и для всего мира. Вы были более в 80 странах мира. Это факт. Скажите, пожалуйста, какие три страны должен посетить каждый человек? Свою душу, свое тело и свою мечту. А дальше надо искать, если это посещение отзывается в одной из стран, которые они увидят. Есть люди, которые могут найти свою душу в Индии, а кто-то может ее найти в Грузии, а кто-то свою душу найдет в Карелии, а кто-то свою душу вообще нигде не найдет. Да. Кто-то найдет свое тело в серфинге в Калифорнии, а кто-то найдет свое тело в Анталии, а кто-то свое тело найдет в горах Кавказа. А свою мечту кто-то найдет в Венеции, а кто-то найдет в Суздале, а кто-то это найдет в Сибири. И это личный выбор каждого. Поэтому сегодня сказать людям, что они должны что-то делать, это совершенно неправильный указ. Никто никому, запомните, ничего не должен. — Вы сказали, что эмиграция — это прекрасно для многих людей. Вы даже порекомендовали в одном интервью эмигрировать, чтобы посмотреть разную другую культуру. — Это потрясающее развитие ума. И главное, в эмиграции мы должны заново доказать всем, что мы собой представляем. В эмиграции не действует... Погодите. Протекция. В эмиграции не действует родительский капитал. В эмиграции не действуют какие-то связи. И вам надо заново доказать, кто вы. Ваш профессионализм, ваши знания, знания языков, коммуникабельность, работоспособность, точность, аккуратность. Потому что очень много конкурентов. И в России конкуренция всегда на местном уровне. Она тоже сильна. Есть конкуренция? Конечно, есть. Вот смотрите, сколько технического персонала сидит. Но операторы могут быть заменены на других операторов, пока они не стали звездами. Режиссеры могут быть заменены на других режиссеров, пока они не стали звездами. А с границей у вас конкуренция со стороны японцев и китайцев, индусов и американцев, немцев и англичан, итальянцев и французов. То есть она умножена на сотню других наций, где тоже есть и свои мафии, профессиональные мафии, когда поддерживают одни других. Есть свои методы обучения и свои технологии. Много было. При этом вот сейчас Милохин возвращается, сейчас Маквиштенц уже написал и просит вернуться. И я очень рад за них, потому что они связаны со своим родным языком. Я знаю их шесть. И они связаны только с русским языком. Их песни в эмиграции. Они спели. Никому не нужны. Нет, я не могу так сказать. Они все собирали залы. Просто эти залы не могут их слушать постоянно. Они спели, они заработали. Но потом приехали другие. Конкуренция. Конкуренция, да. Понимаете? Милохи, то же самое. И, конечно, они напишут. Естественно, потому что они ограничены языковым барьером. Я занимаюсь историей моды. У нас нет ограничений в языковом барьере. А у дизайнера есть ограничения в языковом барьере? Нет, никаких. Но ни один пока российский дизайнер не оказался конкурентоспособным на западном рынке. Кроме Демны, Гвасалии и Грузина, которые работают в Балансиаге. То есть... Просто измочалили в советскую эпоху. Предатель Родины убежал. А сейчас это гордость русского искусства. Ольга Бакланова. Предательница, заслуженная артистка. Как она могла убежать в Голливуд? Наша звезда в Голливуде. Так время должно пройти. Сейчас по горячим слезам все плохие. А если те эмигранты, как я сказал, получат свое признание за границей, будь то Рената Литвинова или будь то Кирилл Серебренников, кстати, его опера «Лоэн Грин», «Гранд-опера» только что вышла, восторженные рецензии. Хорошо, одна опера. Но когда он их сделает десять по разным театрам, и скажет, ну, Кирилл Серебренников, это же Станиславский. Тогда здесь все скажут, это же наш. Это же наш Кирилл. Хорошо, то есть эмигрировать без языка невозможно. Его надо тогда изучать. Либо работать на черной работе. Мытье окон, развоз пиццы, мелкие электрические работы. Нянечка. Нянечка, подмывание разных частиц. Едем по жилым людям. Поэтому я хочу сказать, у всех эмигрантов похожая судьба. Если у них ничего не получилось за границей, то они плохие эмигранты, очень нам не нужны. Если у них получилось, как у Дольфа Нуреева, как его чистили. А сейчас в Казани памятник стоит, театр называется, имени Нуреева. А его говорили же, он пригодил Родину, он сбежал. Сволочь такая в 61-м году. Поэтому на все... Вот послушайте, я оракул в этом смысле. Все они плохи в первые годы. Как Чулбан Хаматова. Боже, как ее чистили. Но если она добьется киноработ, хорошего успеха в театре, вот это, скажете, это же наше любимое. А не добьется ли не добьется? Что, Чулбан Хаматова все растворится? Ну, не... Предыдущие ее заслуги растворятся? Нет, простят через 30 лет, просто очень долго ждать. У нас срок амнистии очень долг. Но я вам хочу сказать, как ругали Пастернака, как ругали Солженицына, это все были враги Родины, как ругали Вишневскую, а потом она вернулась на белом коне, какая она стала замечательная, какая она стала любимая, какая она стала... Центр в Вишневской. У нас на Остуженке памятник ей стоит. Преподают в школе Пастернака. Погодите. Майя Михайловна Плесецкая. Да. Ее же уволили из Большого театра в 90-м году. Сказали, нам такая балерина не нужна. Она, говорит, старая уже и оттанцевавшая. Она уехала сразу с мужем в Германию. У него там был долгий контракт. Но то, что она была в Германии в эмиграции почти 20 лет, это как-то растворилось, потому что это было не во время СВО, а как бы до все случилось. А сейчас, извините, на Дмитровке большой памятник стоит. Майя Михайловна с красивыми руками. То есть, еще раз повторю, все эмигранты будут национальными героями в том случае, если их заслуги будут признаны Западом и их отметят как реальных звезд. Да. А если они останутся так вот, как пиццу пекли, так и пекут, то, конечно, не будет в них никакого интереса. Стыдно возвращаться назад? В каком смысле стыдно? Я никуда не уезжал. Нет, я не про вас. Я говорю, вот люди, которые вот они бросили все, уехали в эмиграцию, потому что у них не получилось. Они такие же оппортунисты, как мы все. Они хотят хорошо кушать, спать в чистой кровати, заниматься своей профессией. И у них есть смысл жизни. Поймите, ведь если вы профессионал, и вы имеете профессиональные навыки, например, в оркестре, например, в спорте, в спортивном, мы уже не говорим, какое количество уехало, и многие из них взяли другие флаги. Другой вопрос. И работают дальше. Олимпиада будет. Все знаете. Без меня. Вот если они добьются там побед, о них будут говорить, вот, какие наши-то. Да, да. А если не добьются, фу. Понимаете, все зависит от личных качеств таланта. Накинулись на Аллу Михайловну, простите, на Аллу Борисовну. Да. Причина какая? Но она уже не поет. Возраст. Но при этом в ленте на первых полосах. А она всегда будет, потому что это национальная героиня. А другой нету. А хотелось бы сказать, ну, у нас сейчас есть неплохие певицы. Какая? Зеверт. Или певица Слава. Олег Бузова. Или Монеточка. Или Бузова. К сожалению, такого калибра в женском исполнении Это сто процентов. У нас нету. С таким репертуаром и с таким долгей играющей карьерой. И ругать, не ругать, ну, просто когда, понимаете, когда большая медведица укатила за горизонт, обидно. Каждый день в прессе. Мы сами сказали только что, вот буквально 10 минут назад, что в Москве ничего не происходит. То есть в Москве живет своей жизнью. А что бы вы хотели, чтобы было? Нет, это потому что, почему они не возвращаются обратно? В спокойную, ту же самую Москву, из которой мы уехали. Можно я не буду обсуждать эту тему? Просто не буду. Это их личное решение. Я к этому решению не имею никакого отношения. Да. И они имеют право и вольные птицы решать так, как им нравится. Может, это состояние здоровья, может, климат им приятней, потом семейное положение, соображение карьеры или совести. Угу. Это их личное дело. Поэтому ругать их, ну, как бы сказать, ну, может, им недостаточно того, что в ресторанах и в кафе все хорошо. Может, они хотят чего-то еще от жизни. Допустим. Скажите, пожалуйста, из всех вариантов вашего имени Александр, Александр Александрович, Сансаныч, Александре, правильно? Как вам больше нравится, как вас называют? Ну, здесь меня все называют Александр. Или Александр Александрович. Ну, молодежь меня называют Александр Александрович, а с границей все называют маэстро. Просто, напомню, маэстро? Но, Сан Саныч, это не... Ну, это упрощенно. Упрощенно. Просто упрощенно. Ну, это из советского прошлого. Смотрите, вы как хотите меня называть, только в печень сажайте. Давайте. Хорошо. Ваш любимый алкогольный напиток? Я практически не пью никакого алкоголя. Из слабо алкогольных я пью сидр 4% и шампанское, там побольше процентов. Да. Я люблю, да. Вы когда-нибудь дрались в жизни? По-моему, последний раз лет 8 в школе. Вы били или вас били? Нет, кого-то я ударил. Вы ударили? Ну, от какой-то, знаете, такой детской ненависти, может быть, в форме игры, но это не... это не было побоище. Не, ну, понятно, конечно. То есть детские игры, детские забавы. Самое красивое место в России, в котором вы были? Петербург, наверное, все-таки. Жить вечно или прожить жизнь заново с возможностью что-то изменить? Нет, мне достаточно моей жизни. Вечно это невозможно, заново лучше я сделать уже не могу, потому что моя жизнь это завидки миллионов людей, потому что я прожил за 10 людей. Такое количество стран, такое количество работ, такое количество книг, выставок, домов, телепередач, интервью. Я полностью удовлетворен. Это прекрасно. Если бы у вас была возможность прожить в любое время, какое бы вы выбрали? В 16 веке во Флоренции. В 16 веке? Конечно. Не 20? Да никогда в жизни. Или не 19? Никогда в жизни. В Российской империи? Да никогда в жизни. С Пушкиным? Нет, нет. Хорошо. За что бы вы отдали жизнь, не задумываясь? Задумывался бы. Задумывались бы. Да. Не задумывались, не знаю. Если бы у вас была возможность убрать из мира три вещи, какие бы вы убрали? Глупость, зависть и ярость. Угу. Ну, хорошо, пусть будет так. На каком языке вы думаете? Чаще всего по-русски. Это мой родной язык, но часто очень говорю по-французски, по-английски. Мне это очень близко, понятно и полезно. Спасибо большое, что вы пришли. Я надеюсь, вам все понравилось. Все было очень мило, ну, просто вы меня так, как всегда, все тянут в политику, но я понимаю, потому что я человек смелый и откровенный, а многие просто боятся говорить, а я говорю о том, о чем думают миллионы, но боятся сказать. Вы голос миллионов людей. О, я считаю, что я глаз народа. Да, такое вот у меня самоуверенное отношение к себе. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.